Всем привет! Вы знаете, не прошло и полгода, и Буржуа наконец-то выпустили новую тонирующую линейку, которая называется Always Fabulous. Ну и, как вы понимаете, сегодня мы о ней и поговорим. У меня здесь и консилер, и тональная основа. И почему говорю не прошло и полгода? Хотя на самом деле, вы знаете, наверное, прошло даже и больше. Может, и пару лет они ничего не выпускали? По крайней мере, я что-то ничего не припоминаю. Так вот, держа эту баночку в руке, я как будто переношусь в то далекое время, лет так 5-6 назад, когда их тон Healthy Mix, это был мой самый любимый и ни с чем не сравнимый тон. И ту тональную основу я покупала снова и снова и снова. И тогда она действительно очень качественно выделялась среди всего, что продавалось в бюджетном сегменте. Что же касается вот этих вот новинок, то, вы знаете, я вам сразу так немножко заспойлерю. Дальше мы с вами, конечно, посмотрим и на внесение, и макросъемку, и при дневном освещении. В общем-то, все-все как всегда. Но я считаю, что этот тон тоже может быть для определенного сегмента, для определенного типа кожи очень интересным. Причем он также является аналогом гораздо более дорогого люксового тона, который сейчас и на YouTube очень популярен, и вообще, в принципе, по отзывам он очень крутой. Ладно, ладно, все карты пока раскрывать не буду, давайте переходить к обзору. И давайте начнем с того, что я уже нанесла себе под глаза, а именно с консилера от Bourjois, который называется Always Fabulous, и я себе взяла оттенок 100 Ivory. Чисто с технической стороны здесь 6 мл, 12 месяцев срок годности у него после начала использования, и сделан он в Великобритании. А что касается его характеристик, то знаете, что он мне напомнил? Он мне напомнил мой любимый NYX Can't Stop Won't Stop, только NYX все же я считаю немножко лучше. У них похожие характеристики в плане того, что это тоже тот консилер, который можно вообще не закреплять под глазами пудрой, то есть вы его наносите, у него достаточно хорошее покрытие, не могу сказать, что прям супер плотное, ну так среднее плюс, я бы сказала. И даже в процессе того, как вы его наносите и начинаете растушевывать, даже чувствуется под спонжем, ну или там если вы кистью будете растушевывать, будете чувствовать под кистью, как он начинает усаживаться и превращаться сначала в что-то такое более липковатое, то есть из жидкой консистенции он превращается сначала в более такую густоватую липкую, а потом вообще застывает в зоне под глазами и превращается в что-то такое пудровое. Лично я такие текстуры люблю, потому что если они сделаны хорошо, то это означает, что у вас на лице будет минус один дополнительный слой, соответственно макияж будет выглядеть в любом случае свежее. Но, как я и сказала, NYX все же мне нравится больше, потому что NYX и плотнее по своему покрытию, то есть он может перекрыть вот практически все, и в то же время он менее сухо выглядит и ощущается под глазами. Вот этот я не могу сказать, что прям выглядит сухарем, там очень плохо, как-то подчеркивает морщины и так далее. Нет, но он немножко, во-первых, ощущается суше, вот это в первую очередь то, что мне лично некомфортно, а во-вторых, вот все-таки я вот так вот смотрю, он немножко больше подчеркивает морщины, наверное, чем NYX. Но если вдруг по какой-то причине NYX вы не можете купить, или он недоступен, или нет вашего оттенка, то буржуа это неплохой действительно вариант. Но если вдруг такая текстура это не ваша, то есть вы больше любите что-то такое кремовое, увлажняющее, светящееся и не застывающее в зоне под глазами, то тогда, конечно, ни в коем случае это не берите, потому что вам тогда покажется, что это вообще супер сухая текстура. Но я люблю, когда консилер усаживается, закрепляется и все. После этого на протяжении дня с ним ничего не нужно делать. Вот он как-то его с утра нанес, так вечером он и выглядит. Так, а теперь давайте поговорим о тональной основе из этой же линейки, которая называется Always Fabulous. В этой тональной основе я себе взяла оттенок 100 Rose Ivory, и, честно говоря, этот оттенок для меня светловат. Потом, после того, как уже все усаживается, я как будто привыкаю уже к этому оттенку на своем лице, и все становится нормально. Но вот когда я его буду наносить, вы, скорее всего, заметите, что он, ну так, на хороший тон светлее, чем тон моей кожи. При этом он именно Rose Ivory, то есть у этого оттенка есть розовый подтон, но, опять-таки, когда все усаживается на лицо и нанесена уже остальная косметика, я бы не сказала, что я этот розовый подтон вижу. Ну, в общем-то, я нанесу, вы это все сами увидите, сможете оценить. Так, что здесь написано? Что это тональная основа с плотным покрытием, с гиалуроновой кислотой и SPF 20. Также написано, что это экстремальная стойкость 24 часа. Что касается остальных фактов, то здесь 30 мл, сделана она также в Великобритании, и у нее срок годности 24 месяца после начала использования. Ну что ж, основные характеристики мы с вами услышали, давайте теперь наносить. По своей текстуре, как видите, этот тон очень плотный, вот как нанесла, так он и держится, абсолютно даже не подтекает. И вот для меня это тоже одна из тех тональных основ, с которой желательно не переборщить, потому что для того, чтобы сделать для моей кожи плотное покрытие, много этого средства и не нужно. И вот я надеюсь, сейчас отчетливо видно, что у этого тона прям такой хороший розовый подтон, но после растушевки все как-то сливается с моим тоном кожи, и выглядит нормально, абсолютно не розово, и не так, как порсенок я выгляжу. И вот на лбу особенно ярко сейчас будет видно, что оттенок мне не подходит, но, как я и сказала, потом после нанесения бронзера и всех прочих средств будет нормально. Я вообще, в принципе, заметила, что, вы знаете, если уж брать неподходящий тон, то лучше светлее, чем темнее, потому что с более светлым справиться легче, чем с более темным. Ну, я имею в виду, выдать это за что-то правдоподобное. Первые две характеристики, которые мне сразу бросаются в глаза после нанесения, это первое, то, что у тона действительно очень хорошее покрытие. Опять-таки, я бы не назвала его плотным. Скорее, это среднее плюс. Итак, хорошо плюс. Но в то же время не замазка по типу Дермакол. И второе, так как эта тональная основа на силиконовой основе, то, конечно же, она очень круто сразу сглаживает кожу. У меня такое впечатление, что абсолютно все сразу разглаживается. И какие-то морщины, и поры, и какая-то неровная шероховатая текстура. И даже на носу у меня есть здесь немножко шелушений, которые я обнаружила непосредственно перед тем, как наносить начала. И эти шелушения абсолютно никак не подчеркнуты. То есть, вот так вот спонжем я их прибила. И вполне так достойно выглядит это сейчас. Что еще могу прокомментировать? Тональная основа быстро усаживается. Она абсолютно становится нелипкой. Ощущается бархатисто. Похоже на то, что я уже закрепила лицо пудрой. Хотя я этого еще не делала. Из минусов могу сказать, что опять-таки, на моей коже ощущается суховато. Такое впечатление, знаете, что я нанесла... Она не то чтобы стягивает кожу, она ощущается как... Я не знаю, как будто я лицо лаком побрызгала. Вот все как будто настолько закрепилось, что лицо становится как будто даже менее подвижным. И я вот так вот даже бровями двигаю, и ощущаю, что как будто кожа не хочет складываться в морщины, да, не хочет формировать эти морщины, потому что все настолько сильно как-то зафиксировано. Еще один бонус этой тональной основы в том, что ее можно наслаивать. То есть, если вы где-то видите, что у вас остались проблемные участки, можно как консилером воспользоваться. Вот я, например, немножечко вот сюда, наверное, добавлю. У меня здесь сегодня какая-то краснота. Немножко более красный участок. Ну и то же самое можно сделать с какими-то участками, где есть прыщики, или какие-то следы от прыщиков, или пигментные пятна. В принципе, одной, даже этой тональной основой можно неплохо справиться в плане полного перекрытия каких-то проблемных участков. И бонус здесь заключается в том, что вы пользуетесь одним оттенком. То есть, не нужно подгадывать, чтобы консилер полностью сочетался с тоном. И с основными характеристиками это, наверное, все. Сейчас я быстро закончу макияж. И когда вернусь к вам, мы с вами еще поговорим о стойкости, о том, как она выглядит при дневном освещении. И также я вам расскажу, какой люксовый супердорогой тон она мне напоминает. И действительно, я бы даже сказала, что она является прямым бюджетным аналогом этого тона. Поэтому оставайтесь. Итак, кому в первую очередь подойдет вот эта линейка? На мой взгляд, идеальный кандидат для нее будет человек с комбинированной кожей и текстурой на лице. То есть, если для вас важно сгладить текстуру, заблюрить лицо и при этом получить стойкость, независимо от того, что вырабатывается ваше кожное сало и в конце дня обычно тональные основы блестят, вот это, скорее всего, либо будет меньше блестеть, либо совершенно не будет блестеть. Для сухого типа кожи, мне кажется, это категорически нет. Для возрастного макияжа тоже, возможно, не лучший вариант, потому что я не думаю, что вам понравится ощущение вот этой вот стянутости. А что касается жирного типа кожи, то, возможно, подойдет, но, может быть, вам придется дополнительно поправлять на протяжении дня. В общем-то, идеальным кандидатом все равно я считаю, что будет человек с комбинированной кожей. Ну и, конечно, вам тоже должно нравиться плотное покрытие, потому что все-таки этот тон и консилер достаточно перекрывающий. Это нелегкие текстуры, которые, знаете, вот абсолютно не видно на лице. То есть, если вы встретите меня вживую, вы будете отчетливо видеть, что я накрашена, что у меня нанесен тон на лицо. Но в то же время я не хочу вас сейчас напугать, это не что-то такое супер плотное и массивное, как маска. Со своим типом кожи я могу носить эту тональную основу, но, конечно, она не станет моим фаворитом. Ощущение реально такое, как будто меня очень сильно забрызгали лаком. То есть, действительно, вот вся мимика как будто даже нарушается на моем лице, что возвращает нас к тому, что этот тон действительно хорошо выглаживает кожу. То есть, если посмотреть на мой лоб, то, мне кажется, сейчас вообще ни одной складочки не видно. Это редкое явление с тональными основами. Обычно все равно, ну, чуть-чуть там что-то видно, что формируются здесь мимические морщины. А вот с этим тоном такое впечатление, что мне наждачкой заполировали, прям так все гладенько, как яичко. Ну и, конечно, как я и сказала, лично я получаю с этой тональной основой безупречную, можно сказать, стойкость на протяжении дня. То есть, что в начале дня, что в конце дня, вот абсолютно никаких изменений на лице. Ну, может быть, камера, конечно, уловит. Она чуть-чуть больше блестит, или, скорее, у нее больше живости такой появляется на лице. Возможно, камера это уловит. Но вот мои личные впечатления, да, если не сравнивать прямо отснятый материал, у меня такое впечатление, что она абсолютно не меняется. А сейчас классные новости для тех, кто недавно смотрел мой обзор на вот эту тональную основу от Shiseido, которая называется Synchro Skin Self-Refreshing Foundation. И если вдруг вам она понравилась, вы ее закинули в корзину, но пока еще не решились на покупку, и думаете, раздумываете, нужно или не нужно, стоит, не стоит, или, может быть, жаба давит, то я вам очень рекомендую попробовать изначально вот эту Bourjois, потому что они, ну, очень сильно похожи. Оба этих тональных на силиконовой основе и действительно по ощущениям, по нанесению, по стойкости, по внешнему виду, по сглаживанию текстуры, да и вообще, в принципе, по всем своим характеристикам они действительно очень похожи между собой. Вот, я не знаю, такое впечатление, что с одного бидона, знаете, наливали вот эти вот два тона. Единственное отличие, ну, вернее, не единственное, достаточно значительное отличие, это их состав, потому что у Shiseido очень неплохой состав, это, естественно, там неорганика, цветочки, лепесточки, обычный химический состав, но без каких-то вредных, спорных ингредиентов. Что касается состава Bourjois, то здесь не все настолько радостно, потому что первым в составе идет силикон циклопентасилоксан, он является достаточно токсичным, и также дальше довольно близко здесь расположен тальк. Опять-таки, если у вас проблемная, чувствительная кожа, склонная к акне, возможно, опять-таки, это не лучший для вас вариант, и лучше уж туда раскошелиться и купить что-то вот такое. На этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео, если вы их не смотрели, обязательно посмотрите, а если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.